Начинаем. Здравствуйте. Я страшно благодарен сотрудникам Музея Пастернака, которые позволили нам очередную эту встречу в Зуме провести. Значит, это очередная встреча нашего цикла «Человек в других людях». Вот для тех, кто, может быть, подсоединился впервые сегодня или будет слушать нас в записи, я хочу сказать, что этот цикл «Человек в других людях» был придуман и начат примерно 10 лет уже тому назад. Значит, слова этих «Человек в других людях» – это цитата из доктора Жевага Пастернаковского. И когда мы задумывали цикл, вот мы хотели как-то приблизиться к каким-то важным, так сказать, пониманиям через разговоры о людях. Вообще, ну, чем дальше, тем, мне кажется, это все чувствуют, что люди, ну, какая-то невероятно важная история и почти все, что, ну, по крайней мере, для меня это так, значит, что мы как-то, ну, по-настоящему, что ли, понимаем. Мы понимаем все-таки через именно людей или погружение в какие-то, не знаю, мысли, сознание других людей. И, конечно, ну, в общем, нет ничего ценнее, как бы, мне кажется, каких-то таких разговоров с людьми и о людях. Вот мы придумали, значит, приглашать, ну, замечательных с нашей точки зрения людей, говорю замечательных именно в таком, если угодно, гурджиевском смысле. Замечательных не в смысле, знаменитых всегда или каких-то самых, каких-то там на виду, да, самых разных. Мы приглашали сюда и людей очень известных, и людей очень известных, да, самых разных, и разных профессий, что важно тоже. Самых тоже, не только, да, поэтов, писателей, артистов, но и у нас были учителя, и были, был иконописец, были, ну, в общем, люди, ученые, да, музыканты, самые разные. Вот, и мы просили их рассказать, да, о человеке или людях для них важно по каким-то причинам. И вот эта правильная, как бы, точка, что ли, из которой начинался разговор, позволяла нам как-то, ну, невероятно интересно общаться. Я, ну, раз уже говорил, что для меня еще в этом цикле есть какая-то такая надежда, что вообще понять, как жить дальше, вот слушая эти разговоры про важных для говорящего, да, людей. Вот, как жить дальше, что вообще, что делать? Ну, вот, и, конечно, я страшно благодарен, вот, я уже представляю нашего сегодняшнего гостя, да, Владимиру Гондельсману, который согласился, принял мое предложение, и сегодня будет, значит, с нами разговаривать. Вот, я просто два слова скажу, что Владимир Гондельсман, ну, так сказать, у людей, которые хоть немножко, да, интересуются современной поэзией, и, конечно, ну, вот, знаете, есть такая фраза, его представлять не надо, вот, но, действительно, это, вот, с Володей так это и есть, конечно, он очень известный поэт и заслуженно известный, и любимый очень многими, и я уже не раз говорил, ну, и для меня это один из самых важных и любимых современных поэтов. Вот, я просто, ну, два слова, потому что просто приятно вспомнить об этом, что впервые я был, между прочим, в Ленинграде тогда, да, и это был девяносто девятый, кажется, да, год, и я прочитал, как-то мне именно там попалась книжка «Долгота дня» Володина. Я был, это было для меня самое вообще сильное впечатление от этой поездки, вот, я читал эти стихи, и, ну, был совершенно поражен, насколько это какие-то удивительные, прекрасные, чудесные совершенно стихи, вот, а потом, но мне не были знакомы, а потом уже там, в каких-то там ранних нулевых годах я оказался в Нью-Йорке, и мы там увиделись, и опять какое-то первое впечатление просто от разговора с Володей было очень сильным, он рассказывал, ну, там, про своего друга, поэта, и это было как-то тоже невероятно важно и сильно, и вот, и потом еще, ну, мы еще раз несколько виделись, и я продолжал Володю читать. В общем, я хочу сказать, что Володя не только прекрасный поэт, но и удивительный такой, ну, какой-то у него особый дар говорение о людях и о стихах, вот, что совершенно не всегда совпадает, да. Вот, ну, в общем, вот, все, я на этом заканчиваю. Еще раз спасибо огромное Владимиру Гондельсману за то, что он вот принимает участие в этом цикле сегодня. Все, слово, Володя. Ну, спасибо большое, Дима. Спасибо, что пригласил меня выступить здесь, и спасибо всем, кто готов, в общем, потратить время на мое не очень длинное, это, я надеюсь, такое минут на 40 выступление. Добрый день. У меня утро, 9 часов, 9, а у вас 4 с лишним. Я назвал тему «Безумная ясность». Это не мои слова, моего друга, которые возникли по ходу нашей переписки на разные поэтические, и в основном, когда мы обсуждали какие-то стихи, и я надеюсь, что смысл этого словосочетания, он разъяснится по ходу дела, по ходу моего выступления. Сейчас я, вы знаете, заготовил так специально два эпиграфа, я их не буду пояснять, просто я их произнесу, эти два эпиграфа, к выступлению. Первый эпиграф – это Пастернак Шаламову пишет «Не утешайтесь неправотою времени, его нравственная неправота не делает еще вас правым». А вторая, второй эпиграф в обратном направлении Шаламов Пастернаку, ну, это и тот, и другой эпиграфы, слова, точнее, эти, наверное, известны многим. Пастернак Шаламов пишет «Я знаю людей, которые жили, выжили благодаря вашим стихам. Думали ли вы когда-нибудь об этом? О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были ваши слова». И эти стихи читались как молитвы, он пишет дальше. Была в этих стихах такая жизнь и сила, которая сохраняла людей людьми. Вот без комментариев, почему я выношу эти слова в эпиграф, потому что они оправдания возможности говорить, когда, кажется, говорить, в общем, невозможно, как сегодня. Я уверен, что в доме Бориса Пастернака, в доме музея, стихи Бориса Леонидовича цитировались, беседовали о стихах просто, наверное, миллион раз. Но что поделать, тема обязывает человека в других людях. Как Дима сказал, эта цитата из «Доктора Живаго», там, если ее закончить, то будет человек в других людях и есть душа человека. Ну, так понимает бессмертие Юрия Живаго, так понимает бессмертие Пастернак. Пастернак, который сыграл в моей жизни, как и во многих, я думаю, жизни, если не решающую, то очень значительную, самую значительную роль. Я имею в виду в поэтическом смысле, поскольку я выбрал такой путь. И, возможно, я скажу что-то о Пастернаке. Я вообще не литература вед, не ждите никаких открытий, пожалуйста. Знаете, это литература веда, они с открытиями всегда. Нет, у меня просто будет какое-то такое, несколько впечатлений от всего этого. И, может быть, я скажу, если будет время, еще об одном-двух поэтах, если успею. Но прежде всего Пастернак. Дело в том, что в школе, я не был очень, в школе, в одном из последних классов соученик подарил мне маленькую книжку стихов Бориса Пастернака. Она такая бежевая, двухцветная, маленькая книжечка такая. Она у меня была-была, но исчезла. Потом я ее купил где-то в Москве, лет 10-15 назад где-то у кого-то, в старой книге. И потом все у меня сгорело, у меня был пожар три года назад, и она опять исчезла. Но я помню эту книгу прекрасно. И с нее, собственно, началась моя жизнь во многих смыслах, потому что она меня поразила, эта книга. Может быть, я не был продвинутым таким человеком в поэзии, а поздно довольно последние классы школы. И вот я только-только столкнулся. Это была первая встреча, которая меня поразила. Конечно, я знал имя Пушкина, я знал имя в детстве, с детства Маршака, Чуковского, какие-то стихи. Но вот такое удивление, такое, то, что, как сейчас говорят, сносят крышу. Это произошло вот с этой, начиная с этой книги, я совру, если скажу, что сразу это произошло. Наверное, я вчитывался, пытаясь понять, потому что многое мне было непонятно просто. И, кстати, Цветаева говорила, а кто вообще понимает Пастернака? Кто вообще понял Пастернака? Цветаева восклицал, спрашивала. Многое у него остается непонятным, но все равно вот эта вот безумная ясность, безумная, она все равно присутствует. Как бы непонятно, он не был в каких-то частностях. Так вот, в этой книге был разрыв, например, который я помнил наизусть весь этот цикл стихотворений, который начинается. И, о, ангел, залгавшийся сразу бы, сразу, и я бы опоил тебя чистой печалью, но так я не смею, но так зуб за зуба скорбь, зараженная ложью вначале, о, горе, о, горе в проказе. О, ангел, залгавшийся, нет, не смертельно страдания, что сердце, что сердце в экземе, но что же ты душу болезнью нательной даришь на прощание, зачем же бесцельно? Целуешь, как капли дождя и как время, смеясь, убиваешь за всех, перед всеми. Ну, вот, вообще, обвал какой-то такой, как эти слова, камнепад слов какой-то, прорыв, я не знаю, прорыв плотины, звуковой шторм, штурм, не знаю, он уничтожает, сметает просто, уничтожает обыденность речи, но в то же время порождает какие-то неслыханные возможности этой речи. И поначалу, только вот благодаря названию «Разрыв» мы понимаем, что здесь расстаются, что здесь бушуют страсть, бушуют. И какой-то звук включился, нет? Да, да, да. Ну, кто-то, да, но, по-моему, сейчас человек уже понял. Выключил. Так вот, только в конце цикла мы понимаем окончательно, что тут происходило. Я не держу, иди, благотвори, вступай к другим. Уже написан вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить. Вот это неистовая музыка. Ну, а мы, конечно, помним и знаем, что поэт всерьез занимался музыкой как таковой, что он находился под влиянием Скрябина, что он закончил консерваторию и так далее. Но затем он, как вы помните, обнаружил, что у него нет абсолютного слуха. Очень расстроился по этому поводу и решил, что он не будет заниматься музыкой. Переключился на стихи. Но ведь это сказалось, потому что музыка, звук, звук неразрывно связан со смыслом. У большого поэта всегда, у Пастернака это как-то совершенно несомненно. Ну вот, например, концовка стихотворения «Лето». И это ли происки мэри арфистки, что рокой и грою ей под руки лег, и арфой шумит ураган аравийский? Без смерти, быть может, последний залог. Вот одна из мыслей, которую я хотел донести сегодня, она такая, ну, поэтам понятная наверняка, но я думаю, всем понятная. Дело в том, что звук опережает смысл иногда у гениальных поэтов. И опережает так, что смысл углубляется. Он словно бы себя сам находит потом, не зная даже об этом, что он есть. Вот, может быть, Лермонтов, кстати говоря, писал о таких стихах. Хотя это совсем другое время и совсем другой строй. Но все же он писал, есть речи, вы помните, значение «темно» или «ничтожно», но им без волнения внимать невозможно. Вот это о такой речи, о такой речи, вот об этом. И вот Мандельштам однажды услышал, взял книжку в гостях, книжку Пастернака, открыл, увидел это четверостише, которое я сейчас прочитал, и воскликнул. Гениальные стихи. Но ведь он никак не мог знать тех смыслов, которые потом обнаружили исследователи. Например, Мэри – это Зина, жена Нигауза, которая из пианистки превратилась почему-то в орфистку. А почему? А потому что надвигался ураган аравийский, шумящий арфы. Ну вот этот звук просто – арфа, ураган аравийский, который обязательно, больше ему нечем, вообще говоря, шуметь, как арфы. И вот как только Пастернак вышел из звука в этом четверостише, он пишет, на мой взгляд, как-то все поблекло в этой строке «Бессмертие», 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 «Залог», он вышел из звука и как-то потерялась яркость этого высказывания. В гениальных стихах прочитывается одна, в общем, простая вещь. Она называется вдохновением. Что это такое? Это обостренное чувство сознания, особая взволнованность. И это то, чем в высшей степени обладал Пастернак. Ну, бесконечно можно цитировать «я вздрагивал», «я загорался» и «газ». Вот так у него на каждом шагу. В ранних, особенно в ранних, конечно, в ранних стихах. Откуда берутся эти слова? Они берутся из ощущения невероятности жизни. Ведь это невероятно, что мы живем. Невероятно. Вот как ты упал в это тело, и ты живешь. И уникальность твоего существования, а невероятность существования человека, бытия его, должна быть выражена невероятным образом. Как же? По-другому. И Пастернак был таким человеком, был благодарным человеком. Благодарным за жизнь, за факт самой жизни, за явление жизни. За то, что она есть на земле. Даже не просто благодарным, а я бы сказал, восхищенно благодарным. Вы знаете, есть очень характерная запись Бориса Леонидовича о поэме Маяковского «Человек». Он ее слушал в исполнении Маяковского. И он записал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности. Но вот вдохновенность – это уже приподнятое состояние. Но Пастернак удваивает это, говорит, приподнятая вдохновенность. Ему мало просто сказать «вдохновенность». Но он знал, что он говорил. Вот еще пиростейшая, которую я очень-очень люблю. Мне хочется домой, в огромность, квартиры наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Мне вообще кажется, это одно одним из лучших, четверостиших, лучших в русской поэзии. Вот эта огромность, обратите внимание, вряд ли. Вряд ли эта квартира огромна. Огромна. Я не знаю, правда, в этой квартире не был. Но вряд ли она огромна. Огромна радость, которая в попыхах вот так, она дарится первому встречному, эта радость. И здесь, в данном случае, этой квартире. И потом этот врубается такой односекундный гром освещения. В кинематографическом движении, третий, четвертый строк. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Мы видим окна квартиры. Хотя слова «окно» нету здесь. Но мы видим окна квартиры благодаря вот этому «опомнюсь», огнями озарюсь. То есть три слова, все на «о», начинающиеся. И эта оглядка «опомнюсь» возвращает к рифме, то есть к огромности. К этим теням, пробегающим по стене, по потолку. Отчего опомнюсь вообще? Что-то там, там за пределами квартиры что-то произошло. За дверями, до появления этого наклонного лица в освещении улиц. То есть свет и радость уже произошли. А здесь, в четверостишее, происходит удвоение этого. Как в другом стихотворении его знаменитом, стал мигать обвал сознания, вот казалось озаряться даже те углы рассудка, где теперь светло, как днем. Вот светло, и еще раз, еще раз озарится то, что уже озарено. И тоже там начало. Я хочу прочитать это стихотворение. Там «А затем прощалось лето». Тоже «А затем прощалось лето». Что-то замечательное уже произошло. Там, за пределами стихотворения. А сейчас это произойдет еще раз. Вторично. В тот момент вообще, когда я читал четверостейшее Пастернака, вот то, которое я привел, про огромность, я начинал писать сам. Ну, знаете, как начинают года в два. И ровно тогда вот я встретил, в кавычках, Пастернака на лестнице. Это я так придумываю. Просто я написал, когда с дерев сползала тень густого горького отвара на черный траур тротуара, сбегал я с десяти ступень. Совершенно такие пастернаковские строчки, которые написал я под влиянием Пастернака, поэтому это стихотворение не сохранилось, но я запомнил эти четыре строчки. Я хотел еще сказать вот о чем, что вот что такое влияние. Влияние я далеко не сразу понял. Я очень расстроился, расстраивался, потому что когда-то, я помню, я читал у Вознесенского, по-моему, что как он из себя выкорчевывал Пастернака. Ну, он был знаком с ним, и 14-летним, по-моему, мальчиком приходил к нему. Пастернак, конечно, один из таких поэтов, если вы влюблены, от него очень трудно освободиться. Он очень подавляет своей энергией, своим таким своеобразием. Но я не сразу понял, что не надо вообще бояться влияния. Что влияние это на самом деле встреча. Что влияние может оказывать лишь то, что уже есть в человеке. И это просто ускоренное раскрытие собственной индивидуальности на самом деле. Благодаря опыту другого человека. А то, что нам чуждо влияние не оказывает. И не стоит пренебрегать как раз влиянием. Не надо этого бояться. Мне кажется, выкорчевывать, как сказал, если я правильно помню, из себя выкорчевывать, из себя Пастернака, ломать как-то себя не нужно. Это надо пройти. Сквозь это надо пройти. Взяв лучшее, все лучшее, что тебе принадлежит, но ты этого не знал. Ты узнал это благодаря гению Пастернака в данном случае. Но влияние не избегал никто, ни Шекспир, ни сам Пастернак, который говорил, например, в конце жизни он писал о Рильке так. Я всегда думал, что в моих собственных опытах, во всей моей деятельности творческой я всего лишь только переводил и варьировал его мотивы. понимаете? Какие мотивы? Ну, вот перерастание себя, прорастание, преодоление всего, что есть ради чего-то высшего, выход из тупика тела. Вот это есть у Рильки в огромном количестве. Я был внимательным читателем Рильки. Но тогда, в ту пору, в пору начала тоже мне попался Рильки и тоже поразил, хотя его «Дуинские легии», допустим, это очень сложные вещи, очень сложные стихи. Не уверен, что я их понимаю до сих пор, все, все абсолютно, но не уловить, тем более я не знаю немецкого языка, Апостернак знал прекрасно немецкий и гениально переводил Рильки впоследствии. Так вот, не уловить того, что это устремлено, что это стихи в правильном направлении. духовное событие. И вот Пастернак, как раз можно соединить сейчас Пастернака и Рильки, прочесть их одновременно. почему я имею ввиду стихотворение Рильки за книгой. Дело в том, что в переводе, ну, если меня слушают переводчики, Дима переводят, я знаю прекрасно, и вы это понимаете, я думаю, что это все понимают, что, может быть, не все, в переводе должен присутствовать переводчик. Обязательно. Такое мое мнение. Так же, как не искажая перевод, ни в коем случае, перевод должен быть точен, но переводчик должен в нем быть, потому что иначе это будет подстрочник. Как это чудо происходит, редко бывают великие переводы, но они бывают, и как это происходит, это соединение, Бог весть. Но есть, ведь, композитор, бах, бах, скажем, и есть исполнитель баха, рихтер или гуль, и это совершенно разный бах, совершенно разный композитор, разная музыка, по-другому все звучит, и все равно это остается бахом. То же самое в переводе, то же самое в переводе. Мы слышим в этих стихах прекрасных Пастернака, но это стихотворение Рильке. Я зачитался, я читал давно, с тех пор, как дождь пошел хлестать в окно, весь с головой в чтение уйдя, не слышал я дождя. И я с этим стихотворением такой провел творческий эксперимент, я поделюсь с вами. Я догадался, что читал Рильке. Ну, как будто, это мое творчество сейчас будет. Я считаю, что он читал Библию. И я вообразил запись Рильке, как будто Рильке записал вот то, что я, как будто он записал что-то в своем дневнике. И вот то, что он записал в своем дневнике, вот я вам сейчас это прочту, это я придумал, а Рильке записал. В пятницу часов в шесть я начал читать Библию. И взглянул на часы в девять, прервавшись на следующем знаменательном месте. Было же около шестого часа дня, это цитата из Библии, которую приводит Рильке, которого я придумал. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкал солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, Отче, в руки твои придаю дух мой. И сие сказав, испустил дух. Конец цитаты, но продолжение Рильке. Я и не заметил, что все это время темнело и шел дождь. И вдруг мне показалось, что совпадение, которое всегда под рукой и навязывает себя в закадычные и единственные друзья, лишь заурядный, потому и незаметный способ обратить мое внимание на суть вещей. Не правда ли все мгновенно удвоилось и себя переросло? Если не утроилось, не удесетерилось, взять хоть солнце, которое померкло в тексте один раз, а затем с воплем креста повторным, и за моим окном с ним творилось то же самое. Но ведь без книги, без Библии, без книги с большой буквы, я бы ничего не увидел. Книга стала за оконным пространством, безграничным в черноте ночи, настолько безграничным, что должно было вернуться звездой Рождества к ее началу. И вот итог этого дня стихотворения. Я зачитался, я читал давно, с тех пор, как дождь пошел хлестать в окно, весь с головой в чтении уйдя, не слышал я дождя. Я вглядывался в строки, как в морщины задумчивости, и часы подряд стояло время или шло назад, как вдруг я вижу краскою карминной в ней, в них набрано закат, закат, закат. Как нитки ожерелья строки рвутся, и буквы катятся куда хотят. Я знаю, солнце покидая сад, должно еще раз было облинуться из-за охваченных зарей оград, а вот как будто ночь по всем приметам. Деревья жмутся по краям дорог, и люди собираются в кружок и тихо рассуждают, каждый слог дороже золота ценя. при этом и если я от книги подыму глаза и за окно уставлюсь взглядом, как будет близко все, как станет рядом сродни и в пору сердцу моему, но надо глубже вжиться в полутьму и глаз приноровить к ночным громадам, и я увижу, что земля мала околется, она переросла в себя и стала больше небосвода и крайняя звезда в конце села, та самая звезда Рождества, как свет в последнем домике прихода. Вот Пастернак говорил, что искусство это не просто описание жизни, а передача единственности бытия. Это его слова. И мне нравится эмоциональное такое интуитивное опережение перествования. Мне нравится, когда все перерастает в себя, просто не умещается в данный объем, невероятие такое. Вот как в том стихотворении, которое я уже упоминал, «Гроза моментальная навек», это буквальный пример музыкального такого интуитивного разбега к сознанию, причем двойного разбега, в две страфы, к двойному озарению рассудка. «А затем прощалось лето с полустанком, снявши шапку сто слепящих фотографий, ночью снял на память гром, а меркла кисть сиренем, в это время он, это гром, нарвав, охапку молнии с поля ими трафило зарить управский дом, и когда по кровле здания пронеслась, ожеслилась волна, злорадствой, как уголь по рисунку грянул ливень, всем плетнем стал мигать обвал сознания, вот, казалось, озаряться даже те углы рассудка, где теперь светло как днем. Вот решающий момент этого вот гениального финала, судьба вот этого гениального финала была предрешена и он бессознательно Борис Пастернак позволил стихотворению свершиться в мышлении, доверившись интуиции. Это, конечно, мне кажется, строчка грянул ливень всем плетнем. Вообще невероятное совершенно сравнение. Какая-то отчаянная последняя решимость и энергетический предел какой-то изображения. И дело здесь не в мимоходной а литерации, хотя мы замечаем, что этот ливень и лето они стали плетнем. Приметы человеческого мелькают в одушевлении грома, да, между вспышками молнии, снявши шапку, гром, снявши шапку, сделал эти фотографии, потому что шапка это, помните эти фотоаппараты с черной накидкой, такой старинный фотоаппарат, шапка называлась, это крышка объектива, шапка тоже, это и шапка невидимка, снимешь с головы и обнаружишь себя тут же. И все вот эти фотографии слепящие, значит, вроде бы мы ничего не видим, но мы видим. Потом передышка такая стереоскопическая, на Набоков так пренебрежительно, я помню, говорил о том, что вот такая стереоскопичность у Пастернака как-то в иничижительном смысле, но Набоков был совсем другой поэт и не понимал, я думаю, этого. Как многие не понимали раннего Пастернака, называли это чушью, белибердой, кривлянием называли эти стихи. Так вот, меркла кисть сирени, меркла, сколько здесь всего мерзла, может быть, мерно мокла, округла и блекла мерцала, меркла кисть сирени. Так вот мы видим звук, понимаете, звук, опять я возвращаюсь к этому, мы видим звук, мгновенная передышка и потом второй заход после того, как прянул ливень всем плетнем. И тут вот объявляется этот рассудок, как будто он опомнился, то есть пришел к сознанию, пришел в сознание вот что в плоти самого стихотворения, буквально в поэте Пастернаке, который это стихотворение пишет. Вот это и есть безумная ясность. Я почти ничего не сказал о поздних стихах, ну, потому что я начинал вот сам, я начинал с этих более ранних стихов, моя любовь к Пастернаку начиналась с них, вы знаете, конечно, что Пастернак отрекался потом от этих стихов, что он говорил, что он если бы мог уничтожил бы все, что он написал до 40-го года, но это его, мы не обязаны к этому прислушиваться, а он имел право говорить то, что он говорил, но я люблю и поздние стихи его тоже, такие шедевры, как «Август» или «Засыпет снег дороги», и даже здесь написанных не в беспамятстве, нет, это другие стихи, все равно он остается непостижимым, каким-то неповторимым, более постижимым, скажем так, но неповторимым, но по-другому, допустим, вот смотрите, она пишет «Засыпет снег дороги», вообще без волнения невозможно читать эти стихи, знаете, они должны были, я просто так отвлекусь на секунду, они должны были звучать, этот романс был написан, был написан романс на эти стихи для фильма, великого фильма Германа «Мой друг Иван Лапшин», писал мой приятель, я был знаком с этой группой, которая снимала этот фильм, писал на эти стихи, но он не вошел, там только в одном месте напевает кто-то, может быть, это был Филипенко, ну, я имею в виду артиста, «Засыплет снег дороги», ну, я плохо пою, неважно, и там было почему-то «Засыплет», вот я не знаю, я потом выяснял, засыплет или засыплет, все-таки засыплет вроде бы, но мне почему-то нравится «Засыплет», засыплет снег дороги, завалит скат и крыш, пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Вот, скажите мне, пожалуйста, кто из поэтов мог бы написать «Пойду размять я ноги» вообще в стихотворении, мы бы посмеялись просто, если бы это был не Пастернак, потому что вот только гению позволительно быть Пастернаком иногда, потому что иногда у него какие-то странные, странные, иногда мне не нравящиеся даже вещи есть, как скажем, там, быть женщиной, великий шаг, сводить с ума геройство, ну, как-то мне не очень по душе, они, но это все равно, но это Пастернак, он мог, поскольку он был совершенно какой-то такой свободный, он мог ошибаться, он мог сказать, я помню, Дима, как раз Веденяпин приводил строчку «А ты прекрасно безызвелен», и спрашивал, да, Дима, ты спрашивал, было ли тогда такое выражение, я, конечно, я уверен, что было, но он, он, вот мог так ошибаться, как-то, то ли ошибка, то ли это, это он, у Гоголя, я потом, я думал когда-то, что у Гоголя полно вот таких ошибок, но Гоголь остается Гоголем, и Пастернак остается Пастернаком, вдруг у Гоголя, который начинал с ужасной пошлости, этих ужасных стихов, какой там Гоголь, потом вдруг, вдруг он становится гением, и его пошлость какая-то такая, не знаю, правильно ли, да, соединилась, соединившись с юмором, стала каким-то гениальным прозаическим событием, вот, но все-таки в основном Пастернак это такая удача невероятная, его безоглядная влюбленность в сестру жизнь, хотя жизнь, мне кажется, не может быть сестрой, она ты сам, она не сестра, она ты, но не важно, мне кажется, он, кстати говоря, недооценивал веры, веры своих предков, он думал, что из иудаизма вылетела прекрасная такая бабочка христианства и оставила кокон пустым, но ранний, в особенности ранний Пастернак это царь Давид, поющий благодарственную песню жизни, реальной, плотской, неопровержимой, а в которой просто нет места неправедности, потому что она переполнена собой. А Пастернаке, я, в общем, о нем заканчиваю, и, наверное, я уже не успеваю ничего больше сказать, а Пастернаке замечательно сказала София Парнок, чудесные слова, он искренне запыхался, открыл окно настиж и слишком сильно потянул воздух. И последнее, что я хотел сказать, такое простое совсем, есть у Ходосевича слова такие, мне хочется сойти с ума, но вы понимаете, я пытаюсь держать вот эту тему безумной ясности, мне хочется сойти с ума. А на самом деле эти слова, они равны большинству жизненных ситуаций. Простота и максимальность выражения, вот как у Пастернака снег идет, снег идет. Вы знаете, я преподавал детям здесь детей русских, из русских семей я учил, ну учил чему-то в основном литературном, не русскому языку, а литературном, они все уже говорили по-русски и писать умели, но как-то приобщал их к стихам. Однажды я дал задание написать стихотворение вот о зиме, и семилетний ребенок написал снег идет, снег идет, абсолютно не ведая, ничего не зная о Пастернаке. Вот Пастернак, его детское тоже такое восприятие и максимальность выражения. А что еще сказать? Вот зима, снег идет, снег идет. Я проговорил, наверное, больше сорока минут. Володя, но совершенно это не важно, больше или меньше, если ты хочешь еще что-то сказать, мне кажется, все совершенно только будут счастливы, если ты еще Ну, видите ли, да спасибо, Демочка, спасибо. Я хотел, кстати, когда я цитировал стихотворение «Гроза моментальное навек», я тебя вспоминал, тоже твое высказывание в Фейсбуке одно, которое я не помню даже, я, наверное, никак не отреагировал, может быть, но оно для меня очень важным было, потому что ты писал о том, как Юрский читал, как ты слышал, как Юрский читал Онегина и как ты научился понимать лучше Онегина. Дело в том, что, ну, это стихотворение «Гроза моментального», он читает гениально Юрский, и вы, наверное, помните, когда вот это «Грянул ливень всем плетнем», и он показывает это так вот рукой, он был потрясающий чтец, и я хочу сказать, ну, вообще, великий артист, я хочу только сказать, что Онегина он читал впервые, когда ты, Дима, еще не мог кого-то слышать даже, потому что он в молодом совсем возрасте его впервые записал на ленинградском телевизии, это были шестидесятые, когда Юрский еще работал в БДТ. Есть эта запись на Ютьюбе, но Нет, конечно, я не слышал абсолютно точно. Да, эта запись есть, он читает, он молодой, он читал уже тогда, это замечательно, а потом эта запись вот поздняя, которую я смотрел сто раз примерно, вот, так что я очень разделил твой мое... Нет, но я его, прости, Володь, я его слышал, он же читал в Библии, в Ленинской библиотеке, там были такие, ну, как бы, из месяца в месяц вечера актеров-чтецов, тогда это еще было, да, и я слышал его вживую вот в библиотеке. Да, я тоже и вживую слышал, и у меня запись была моя, собственно, но она... И это были 70-е годы, наверное, 74-й, может быть, 75-й год. А, когда ты слышал вживую? Да, да, да. Да, да, я был школьником, я был школьником. Я понял, но первая запись, хотя 74-й, 70-й, нет, первая запись была раньше, она была сделана на Ленинградском телевидении, ну, в общем, те, кто интересуется, найдут эту запись, там, южский молодой, вот, это было блистательно сделано и тогда, но технических слабее. Естественно, тогда телевидение еще было, не было таким страшным. Я чуть, чуть, чуть не добавил. Чуть не добавил. Вот. Так что, да, вот это я просто хотел сказать, что южский не просто чтец был, это уже немножко не очень к тему, но он был еще и литературовед, потому что он такой самостоятельный литературовед. О, да, да. Потому что смыслы, которые он высвечивал при чтении, они иногда дополняли твое понимание и расширяли понимание. Дело в том, что я планировал сказать еще об одном поэте, но я, наверное, не буду просто уже начинать, это отдельное, я хотел сказать о Мандельштаме, но, который подтверждает, совершенно фантастически подтверждает вот эту сквозную, что ли, удерживает эту сквозную нить моего монолога, насчет безумной ясности, к которой Мандельштам пришел, наоборот, не в ранние годы, а в поздние, Мандельштам воронежских тетрадей, потому что начинал Мандельштам очень как раз классически, потючевски, отчетливо, ясно это камень. воронеже, вот надо было ну как такая грустная шутка, не шутка, даже не знаю, как это называть, грустная трагическая ирония, надо было довести человека до такого состояния, что слава богу, его, он не сошел с ума все-таки, он был на грани, безусловно, на грани безумия и сумел написать гениальные на грани этого безумия, гениальные стихи. Но вот время так, ведь мне кажется, что Шаламов, которого я цитировал, он бы, его тоже так 18 лет изничтожали, и довели до гениальности. Правда, он не был, мне кажется, он не был гениальным человеком вначале, гениальным поэтом или прозаиком, и стал им грустно цитировать того же Пастернака из Живаго, который благодарил благодарил тех, кто принес лишение, принес лишение человеку. Вот христианский взгляд Живаго и самого Пастернака на вещи. благодарить мучителей, в общем-то, за то, что они дали этому человеку. Благодарение, благодарение главная тема, если уж говорить о Живаго, и была статья замечательная Шмемана, наверное, вы знаете ее, Евхаристия, доктора Живаго, вот Евхаристия как благодарение, тема, которая поверх всего, всех споров, которые ведутся в Живаго, поверх слабости, которые многие отмечают в этом романе. стихи это отдельно, это просто неоспоримо гениальные, а вроде можно презираться, к ней презирались и все такое, но Шмеман говорит о том, что есть что-то в этой книге, фон какой-то такой, вот этот фон благодарения, в слезах от счастья отстаю, вот твой как там вселенная, тайник вселенной, я службу долгую твою в слезах от счастья отстаю. И он отстоял вот эту службу. Вот я на этом закончу, а Мандерштаме много я хотел сказать, но я не буду. Ну, да, потому что мне кажется, это даже уже будет какой-то перебор, если еще сейчас. Абсолютно, надо остановиться и я останавливаюсь. я благодарю вас. Секунду, Володь, но у нас... Я не укажу. Ты пока не убегай, да, значит, у нас полагается посидеть, да, после... Нет, значит, все, я хотел сказать, что полагается, ну, просто обычно, да, есть время какое-то на вопросы, и, может быть, какие-то реплики или разговоры, поэтому спасибо тебе огромное, это было совершенно невероятно, по-моему, то, что ты говорил, абсолютно удивительно, замечательно, и, значит, сейчас вот есть время, да, странным образом, при том, что, ну, во всем случае, внутри вот нашего цикла, мы, ну, мои гости, да, среди которых было немало писателей и поэтов, мне кажется, никак... То есть, вот первое, заседание вот этого цикла, да, оно, ну, как я написал вот в таком предисловии, значит, просто по законам добра и красоты было посвящено хозяину, собственно, дома, в котором мы тогда, значит, собирались, потому что последние, да, уже два с половиной или не помню сколько лет все это происходит онлайн, а тогда-то, да, мы собирались вот на этой прекрасной терраске, где сейчас вот сидят Татьяна и Ирина, вот, и все это было там, и по, значит, законам добра и красоты первая встреча была посвящена Пастернаку, и на ней было несколько, значит, поэтов, вот был Коля Байтов, был Володя Арестов, и, значит, Игорь, кажется, да, Игорь Левшин и еще несколько человек, и мы как-то говорили о Пастернаке, а больше, значит, таких специальных разговоров внутри вот нашего цикла не было, поэтому это замечательно и страшно интересно, и, короче говоря, значит, кто хочет сейчас, может быть, что-то спросить у Володи или что-то сказать, пожалуйста, просто включайте микрофон и спрашивайте. Так, никто не хочет. Нет вопросов, ни у кого. Можно я попробую? Ну, конечно, 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 пожалуйста. Владимир, здравствуйте, всем, меня Петр зовут, по поводу того, что не стоит бояться чужого влияния и даже не стоит бороться с ним, и, в общем-то, если у вас что-то просыпается, то оно у вас уже было изначально, если я правильно понял мысль, Владимир. Абсолютно правильно, Петр, да. Петр. Окей. Вот. Ну, я не знаю, может быть, у меня небольшой страх все время присутствовал, потому что какие-то относительно признанные авторы, которых мне рекомендовали, я начинал их читать и субъективно по-своему решал, что они так себе, вот, они серенькие, но при этом они своей серостью такое ощущение меня заражали. может быть, это из-за того, что у меня нет именно мощной внутренней базы, которая бы защищала меня от воздействия негативного, и поэтому я вот как бы в своем развитии стремлюсь, я захожу, там, где уже классика, рильки, рильки, все, здесь уже гарантия, здесь тебя не тронут, ты здесь не пострадаешь, с тобой случится только хорошее, поэтому этим можно заниматься. А там, например, современная поэзия, я очень отношусь с опаской. Понятен вопрос, нет? Нет, вопрос я не очень понимаю, а в чем вопрос все-таки? Ну, то, что может ли чужое влияние как бы перекрыть что это ваше творчество или как-то дурно повлиять, а дурно вкусить в конце концов? Ну, вообще дурное влияние это нехорошо, конечно, лучше но как дурного влияния полно и как ответить вам мудро на этот вопрос? Если дурное влияние получается по моей мысли, что если дурное влияние оказывает на вас влияние, значит у вас есть это дурное. Вот именно, да, 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 правильно. Да, ну, наверное, да, тогда вам должно повезти, у меня было, кстати говоря, дурное влияние в моей жизни, но вам обязательно повезет и вы встретите человека, который вам объяснит, что это влияние дурное. по недомыслию, по недообразованности, не знаю по каким причинам, я не буду рассказывать, у меня было до Пастернака на меня влиял один поэн, очень знаменитый и считающийся великим, но он действительно замечательный, но я выбрал, я скажу, впрочем, это Есенин, дело в том, что я выбрал у него в свои ранние юношеские годы худшее, что у него было, а у него много худшего, на мой взгляд, простите, я закашлялся чего-то, сейчас я воды поделаю, вот, и потом постепенно я освободился от этого совершенно и понял, где он очень хорош, где он очень плох, и вот и все, поэтому просто такая опасность существует, и надо не Есенин, ну, условно говоря, на этом примере, не Есенинщиной заниматься, а Есениным, у которого были замечательные по чистоте, ну, был иногда чистый, чистый лирик, это не Москва кабацкая какая-то, это не, по-моему, неинтересно, а выткался на озере алый свет зари, алый цвет, на бору созвонными плачут глухари, если я правильно цитирую, замечательные, чистые, чистые лирические песни такие, у него они есть, а меня увлекало, увлекали его нехорошие стихи, по-моему, ну, это прошло, это было в юности, прошло, мне помогли люди, которые меня окружали, хотя я не был в литературной тусовке, сейчас говорят, но, к сожалению, не было, очень важно иметь взрослого образованного умного наставника в молодости, как это было Пушкина, скажем, он всегда дружил в юности с людьми, которые были умнее, взрослее, вот, вот такой образованный, умный, тактичный наставник необходим, у меня не было этого, потом появились друзья позже, более образованные, более продвинутые в литературе, которые меня приобщили к лучшему, что есть в русской поэзии, я не ходил в литобъединения, в Питере, которых было много в ту пору, вот, так что вот так, я просто желаю, если вы чувствуете, что, что вы поддаетесь какому-то, и у вас есть сомнения, я просто не знаю, сколько вам лет, это, и чем вы занимаетесь, но пусть все будет хорошо, пусть дурные влияния не существуют, не работают, вот так, не знаю, что я сказал, ответил, но по-моему, да. Спасибо большое, в общем, вопрос был, больше в том, существует ли такая опасность. Есть, есть, это есть, безусловно, читайте, но великих, великих, очень много великих поэтов, их прежде всего постигайте, но я уже просто, я не имею права вообще-то, не считаю себя вправе давать советы вообще-таки, как какой-то, какой-то мэтр, нет, ни в коем случае, но все будет хорошо, найдете наставника, если вам он нужен, найдете, он найдется обязательно, и вот, вот так, спасибо, кто-то еще, может быть, хочет что-то сказать, или спросить, пожалуйста, сейчас самое время, я думаю, что не стоит, нет, ну, никого, не стоит, не стоит настаивать, нет, нет, ни в коем случае, не вопрос, но огромная благодарность за идею, саму идею задаться вопросом, что читал Рильке, я, честно говоря, это просто потрясло, мне никогда в голову не приходило, и особенно в переводе Пастернака, это всегда произойдет впечатление, сосредоточенность на самом действии, впечатление, и тут вдруг вот сама постановка вопроса, ну, и ответ, конечно, тоже, над которым стоит подумать, и вот этот промежуток времени, да, что там закат, закат, да, это прекрасно, спасибо вам. От шести до девяти, да, то, что происходит в Библии, я, вы знаете, мне тоже это не приходило в голову, пока не пришло, вот, абсолютно, да, и тогда я вот так почувствовал себя свободным, и придумать вот такую версию, придумать, так что, спасибо вам, что вы оценили мое. Да, это было отлично, действительно, я, я к Галле присоединяюсь всячески. Мое, да, оценили мою наглость. Творческую зарядку, я бы сказал. Это один, Володь, из переводов, вообще, я знаю, мало наизусть переводов, да, но вот это стихотворение я тоже знаю наизусть, я помню его, но это, конечно, выдающийся совершенно. Ну, конечно, но вообще у него, ведь, ну, у него бывают, опять же, вот этот вот вопрос, это отдельная, конечно, тема для разговора при присутствии переводчиков в тексте оригинала, но, но как без этого, вот, когда, когда мы сразу запоминаем и в сердце растрава, и дождик с утра, откуда бы право такая хандра, но, но как же можно, как можно это не запомнить сразу, и в сердце растрава, но так же мог сказать только Пастерна, пусть это тысячу раз Верлен, но он только тогда и станет Верлен великим поэтом, если его так переводят, а в ином случае это будет просто, просто текст, понимаете? Ну да, но здесь я позволю, вот здесь как бы не знаю, мне кажется, что Верлен, вот это стихотворение, да, которое принято считать, что это прекрасный перевод, и это действительно особенное стихотворение русское получилось, но все-таки, конечно, не Верлен, но мне кажется, что не Верлен, как раз там нет какого-то именно звука, который у Верлена самый главный, который делает это стихотворение по-французски действительно совершенно волшебным, а пострадский звук уводят в какую-то другую. Ты знаешь, Дима, он переводчик, но ты знаешь это лучше от меня, наверное, я-то не профессионал, я уже тоже давно не перевожу, да, ну и я перестал, но я много перевел довольно-таки, да, тем не менее, переводчик отыгрывается в другом месте, ну в каких-то других местах он берет реванш за то, что он не может сделать вот в этом звуке, о котором ты говоришь, я знаю, я верю этому, я читал о переводе, так говорил Заратустра, и я читал переводчика, который говорил, что это по-немецки песня, просто невероятная в звуковом исполнении песня, вот, ну это к теме, которую я сегодня разыграл, к теме звука, что это что-то невероятное, и перевода адекватного быть не может, говорит этот человек, этот человек Свасиян, вот, и конечно, я верю этому абсолютно, но что делать, там же другой совершенно звук, другой язык, что, как перевести лицо в таинственное осень с печальным шумом обнажалось, как это перевести на другой язык, когда буква С в русском языке значит осень, значит осыпание, листвы, значит все, вот это, понимаете, тогда, мне кажется, переводчик должен отыгрываться каким-то другим образом, каким, ну это, это уже другой разговор, да, отдельный разговор, да, конечно, вот, а постановка в данном случае отыгрывается своей, вот этой растравой, вот этой хандрой, превращая это в прекрасное русское стихотворение, вот так. Да, это правда. Ой, Володь, кстати, я, ты, ты говорил, ты сейчас сказал песню, я вспомнил, что ты так интересно, как ты замечательно рассказывал про, и для меня совершенно новая история, что, оказывается, был написан романс на стихотворение, значит, засыплет свои дороги. Кстати, я тоже, я как-то слышу, как засыплет, но оно лучше, потому что потом это Л, да, завалит. Абсолютно, абсолютно, именно, потому что это Л потом. Да, конечно, ну вот, но, значит, это, а знаешь ли ты, хочу я тебя спросить, что, просто я понять не имею, кто автор того, той музыки, да, я знаю, что потом к спектаклю доктор Живаго, который на Таганке ставили, писал музыку, вот на это, в частности, стихотворение, Шнитке, и мне кажется, замечательно. Ты не слышал это? Нет, первый раз слышу, первый раз слышу, эту музыку, которую я, нет, я не знаю, этого, я послушаю, наверняка, я думаю, что есть, это отлично. Дело в том, что я был, это был композитор, который, ну, он, в петрах фильма Лапшин, Аркадий Кагулашвили, его нет на свете уже, он был мой приятель, близкий, довольно, и он сочинил этот романс, который я не буду напевать, конечно, да и вообще не уверен, что Борис Леонидовичу бы все это понравилось. Вот, поэты не любят, когда, многие поэты не любят, когда их стихи там... Ну, конечно, конечно, и, как правило, это действительно нехорошо, но бывает, исключение. Но и он, может быть, и к счастью, не прозвучал в фильме, а только вот бубнит что-то там один, я думаю, что это вот герой, которого играет Филипенко, вот он что-то ходит по комнате там вот и напевает слегка, чуть-чуть там пару фраз мелодии из этого предполагаемого романса для... А вот посмотри, я тоже не собираюсь сейчас, так сказать, петь это, но примерно, вот я помню, как-то так примерно у Шнитке. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш, пойду размять я ноги. Ну, это там так, немножко это речитатив. За дверью ты стоишь, ту-ту-ту-ту. Ну, в общем, это, ну, как-то, ну, это неплохо. Вот что я хочу сказать. Это бережно очень сделано, это, ну, такое речитатив, ну, как бы мелодикламация немножко, но с какими-то более явными музыкальными. Нет, ну, это, получается, Рабинович напел, конечно, это нужно послушать. это называется С миру по шнитке. Именно, именно. Вот. С миру по шнитке, точно, да. Значит, хорошо. Ну, вот это, но тем не менее, я был влюблен просто в этот фильм, во все это. я и до сих пор отлично, и отличное кино, действительно. Это просто, просто, да. Вот. Так что, так что, вот так. Хорошо. Господа, ну, наверное, значит, если вот... Дима, 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 Дима. Вопрос, да, здрасте. Нет, вы знаете, здрасте, это не вопрос. Я понимаю, что это у нас уже финал такой. Я просто очень хотела бы Владимира поблагодарить за перевод его шекспировских сонетов. Вот книга, вышедшая в прошлом году, в замечательном, совершенно каком-то дивном оформлении, и вот его перевод очень лег на душу, и когда я слушала сегодня его рассуждения о переводах, вот они были совершенно точно идентичны тому, что он сделал с этими сонетами. прекрасные. Я просто упивалась ими, и еще раз хочу поблагодарить вот от всей души. Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, я не вижу, сейчас я, подождите, от кого эта благодарность исходит? Это от меня. А вы кто? Я там где-то в темноте. А я из музея Алексея Толстого, ну тоже, собственно, коллеги, коллеги с музеем Пастернака, что ли, так сказать. Меня зовут Инна. Вы Елена, да? Ну как бы Елена, да. Это я так шифруюсь. А на самом деле, но вы не Сергей? На самом деле Инна. Инна. А? На самом деле Инна. Инна? Это сестра моя жизнь, потому что у меня сестра Инна. Так что спасибо Инна огромное. Спасибо Марина, кого я вижу здесь. Оксана. Спасибо Пётр. Спасибо Анна, Ирина и Татьяна. Огромное спасибо. Всем огромное спасибо за то, что вы дали возможность мне высказаться и слушали и о чем-то спросили меня. Спасибо вам огромное. Обаяние одного поэта сквозило сквозь обаяние другого поэта. И было полтора часа живой человеческой жизни на фоне катастрофы. Я очень всем нам желаю человеческой жизни. Человеческой жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Это будет так. Счастливо вам всем. До свидания. Всем и организаторам спасибо большое. Огромное спасибо, Ира, Татьяна. Димочка, тебя обнимаю. Обнимаю, Володь. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока.